В смысле, умер, извините, Навальный. Убили Навального, убили Навального путинисты. И пришли люди прощаться. Вы знаете, что они прощаются до сих пор. Прощание с Навальным не прекращается. Сегодня толпа людей, очереди с цветами. И они стоят, вот эти люди, которые пришли прощаться с Навальным. Они пришли с цветами, это уже третий день подряд. Третий день подряд. У них перед носом закрыли ворота кладбища. Закрыли ворота кладбища. Вот как вы думаете, кто закрывал ворота кладбища перед носом у тысяч, а может быть, десяти тысяч людей? Я почему-то подозреваю, что ворота кладбища перед носом десяти тысяч людей закрыла два охранника. Два охранника закрыла ворота кладбища перед носом у десяти тысяч людей. Два охранника. Нет, не рота солдат закрыла. Нет, не дивизия российская закрыла ворота кладбища, не весь ЧВК «Вагнер» в полном составе, не 50 километров танков и другой тяжелой техники закрывали ворота. Да, не весь Черноморский флот закрывал ворота кладбища. Вообще нет, не десятки стратегических бомбардировщиков с крылатыми ракетами, не ракетные комплексы «Искандер» закрывали ворота кладбища. Несколько охранников закрыли ворота кладбища и 10 тысяч человек что делают? Кричат, пустите, 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 откройте, откройте, пропустите, пропустите. То есть охранники эти живы до сих пор и ворота стоят до сих пор. Мне кажется, если бы 24 февраля 2022 года украинцы вышли встречать российские танки, пушки, самолеты и ЧВК «Вагнер» словами «Не едьте сюда, уезжайте обратно, пропустите нас, отойдите, отойдите, отойдите отсюда противные», то не было бы уж давно ни одного украинца в мире вообще. Всех бы убили. И ни одной, никакой Украины бы не было. И то, что до сих пор, до сих пор почти никто, за редкими исключениями, из российских оппозиционеров, даже после убийства Алексея Навального, не сказал самую простую вещь, самую банальную базу. Ну вот это самая банальная, простая вещь. Кстати сказать, только вооруженное восстание. Только вооруженным восстанием мы можем сменить режим в России, а других способов не существует. Шарики, фигарики, хренарики, цветочки, фигочки. Крики «открывай», «пропускай», «не зевай», «позор», «стыдно вам», «стыдно». Путин, тебе должно быть стыдно, стыдно должно быть за то, что ты убиваешь украинцев. Эти крики еще никому не помогли. И ни одного русского солдата не остановили, ни один танк. Только наши воины и наши, кстати, терробароны, где были простые, такие же люди. Вы поймите, терробароны вышли встречать русские танки с обычными автоматами Калашникова. Встречать русские танки. И люди в Сумщине, вон, в Николаевщине гибли. Мои друзья служили в терробароне и там, и там, ну, молодые ребята. Ну, из моих друзей никто не погиб, но там погибло очень много людей под танками. Их расстреливали из танков, но они вышли останавливать россиян с автоматами Калашникова. Их было мало, а танков много. А если бы они вышли с криками «Нет, не едьте сюда! Это наша Сумщина, не проезжайте тут! Нельзя, мы не допустим! Позор! Позор русским танкистам!» Нет, они сжигали этих танкистов. И обгорелые туши русских танкистов валялись от Киева до Чернигово, и от Чернигово дальше до Белоруссии, и от Харькова до границы, и от Николаева до Херсона все было усеяно сгоревшими русскими трупами. Их было мало, а танков много. И сейчас посмотрите, посмотрите на эти кадры, которые я вам рекомендовал. Посмотрите, как там на Донеччине валяются рядами, ровными рядами сгоревшие трупы россиян. Посмотрите, вот так, вот так свергается диктатура. Вот когда весь Кремль будет гореть, вот когда в Кремле каждый из гориток там находится, вот тогда можно будет свергнуть режим. Прячете за пазухой ярость благородную. Срал на ваши шарики Путин и медведь. Завещал вам Сахаров бомбу водородную. На проспекте имени не просил день деть. Эти стихи я написал еще, ну там длинное было стихотворение, еще во время протестов 12-го года, 11-го года в России, когда на проспекте Сахарова вышли с шариками. Сахарова с шариками вышли. Ну так до сих пор с шариками. Путин уже полопал все шарики. Сахарова с шариками. 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 Продолжение следует...